Мы желаем скорейшего выздоровления нашему собеседнику. Тем временем, Минздрав напоминает скоро грипп. Россиянам предлагают сделать прививку. У кировских медиков есть даже план. Хотят вакцинировать от гриппа 40% населения региона. Прививочная кампания уже началась сегодня. Привиться советуют до середины сентября, чтобы успел выработаться иммунитет. На это надо от двух недель до месяца. И пока не начались ОРВИ в силу погоды и сезонности. Темой сегодня занималась моя коллега Елена Чехомова. Лена, привилась ли сама? Добрый вечер. Нет, никогда не прививалась от гриппа. А ты? Я один раз пробовала и это был не очень удачный опыт. Ну что ж, все бывает. Я тебе покажу вот такие вот листочки. Это сегодня узнаваемо для любого родителя-школьника. Выдали согласие либо отказ от прививки. В данном случае от гриппа. Сдать нужно срочно, потому что, как ты правильно сказала, кампания уже началась. И я хочу сказать, что, например, у моих детей-школьников в классе нет какого-либо давления на родителей. Но, тем не менее, в социальных сетях очень часто встречается, что в школе прямо четко сказали, если у ребенка будет вот такой вот подписанный отказ, ребенок без прививки от гриппа, его отправляют на дистанционное обучение. Это очень страшные слова для любого родителя. Можешь мне поверить. И поэтому, конечно, родители озадачены. А вообще, Лен, по закону у родителей есть выбор? Ну вот я как журналист и как мама тоже этим озадачилась. И мы отправили запрос в Министерство здравоохранения и получили ответ черным, по-желтому. В случае отказа от прививки от гриппа ребенок может посещать образовательную организацию. Только надо, я все равно считаю, расставить все точки над «и». Все-таки каждый сам принимает решение, прививаться ему от гриппа или не прививаться. Это борьба за прививки или против. Она идет уже много лет. И, слава богу, журналисты в нейтралитете. Вот. Так что я не отвечу на вопрос, прививаться или нет. Я просто приведу мнение наших экспертов. И, например, сейчас предлагаю послушать нашего федерального эксперта насчет прививки от гриппа. Грипп является самой распространенной инфекцией, которую можно предотвратить. Поэтому, конечно, я бы советовал прививки делать. Тут есть еще один момент. Понимаете, вот когда мы говорим о том, что COVID-19 щадит детей, и многие дети бессимптомно являются носителями вируса, мы не знаем, как поведет себя COVID-19 в том случае, если ребенок заболеет гриппом, имея уже инфицирование COVID-19. Почему? Потому что грипп ведь снижает иммунитет ко многим другим инфекциям. И это вот первый сезон такой будет совместного существования в популяции двух довольно серьезных инфекций. Ну и надо сказать, что примерно такого же мнения придерживаются и кировские медики. Советуют сделать прививки. Да, по крайней мере, руководство кировских медиков. Послушаем. У нас делается сови-грипп. Это трехвалентная вакцина, в которую входят три штамма вируса гриппа. И они не случайно выбираются. Они выбираются, соответственно, прогнозам Всемирной организации здравоохранения. То есть серьезная организация делает прогноз, какие штаммы будут распространены, чем люди будут болеть. Соответственно, это учитывается при создании вакцины. Ну, вообще-то есть, конечно, и альтернативная точка зрения. Так просто мы ее, возможно, не услышим. Но в родительских чатах, в соцсетях очень часто она звучит. Люди против прививок от гриппа. И с нами сегодня поговорил врач и папа, который против вакцинации от гриппа. Вирус очень быстро мутирует. За сутки сменяется несколько поколений вируса. Как можно предугадать, какой он будет через полгода? Вот мы сейчас видим с вакцины от коронавируса, сколько времени проходит от того, как ее начали разрабатывать, до того момента, когда она уже будет внедрена. То есть как минимум полгода. За полгода там просто тысячи, миллионы поколений вирусов сменятся. И мутации, которые там будут предсказать, практически сложно. То есть здесь скорее, что это ангажировано коммерческим эффектом, потому что выделяются большие деньги на производство вакцины и последующие ее внедрения. Решать вам, если вы соберетесь сделать прививку, то для этого в поликлиниках сделали отдельные кабинеты. С собой паспорт и желательно захватить медицинский полис. Работа организована с 8 утра до 8 вечера, чтобы любой обратившийся без записи мог напрямую пройти вакцинацию. Кроме того, какая еще особенность? Мы уже несколько лет ведем эту работу мобильными комплексами. Мы в этом году, уже начиная с завтрашнего дня, будем выставлять эти мобильные бригады на театральной площади. Надя, сегодня мы спросили участников нашей группы ВКонтакте, будете ли вы делать прививки от гриппа. Вот результаты опроса перед нами. Итак, большая часть опрошенных ответила, что жив-здоров никогда прививку не делал. Чуть меньше ответили, что они не доверяют этой прививке. И, наконец, около трети все-таки согласны, говорят, что да, обязательно делать будут. И я хочу сказать, что если все-таки наши телезрители относятся к этой трети, которая собирается делать прививки, я им просто напомню рекомендацию медиков, прививку делают только здоровым людям. При этом отдельно к какому-то терапевту какой-то справкой ходить не нужно. Здесь же, в этом прививочном кабинете, врач осмотрит. И если речь идет о выездной бригаде, там тоже врач осмотрит и сразу же примет решение, можно делать или нет. Ну и всем желаю ни коронавируса, ни гриппа. Будьте здоровы. Присоединяюсь к пожеланиям. Лена, спасибо. Мы продолжаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова